Современная пятиборья – дисциплина новая. Ей всего три года. В данном случае это состязание можно назвать трейборьем или, как его называют организаторы, триатл. 32 спортсменам из восьми регионов предстояло выполнить только три вида дисциплин – бег, плавание и огневой рубеж. Мужчины выполняли по три забега, женщины – по два. В каждом круге спортсмены преодолевали 100 метров вплавь, 600 – бегом и старались попасть в цель за короткое время. И все это по четыре раза. Это, в принципе, заключительный старт. Буквально через три дня стартует первенство мира по триатлу в Батуми, в Грузии. Поэтому основная команда поедет туда, и здесь они не выступают уже, потому что очень короткий промежуток между стартами, казалось бы, не очень хорошо. Но я думаю, что это уже больше не в рейтинг, а больше в опыт. Подготовиться к сезону участием в этом состязании решил и Сергей Колбасенко. В Пятиборье он только год, и для него это всего лишь второй по счету турнир всероссийского уровня. Но уверенный настрой на победы и максимальная самоотдача привели ростовчанина к лидерству. Одну из беговых дистанций он преодолел за 15 минут и 4 секунды. Тяжело очень. Это новое что-то для меня. Мыть по Пятиборье, а тут все вместе, плыть и бежать. Тяжело, да. Это начало сезона, только старт первый. Надо работать дальше, настраиваться на чемпионаты России, Европы. По результатам всех стартов Сергей Колбасенко взял серебро, уступив спортсмену из Челябинской области. А среди женщин лучшей оказалась Алена Авдеева из Нижегородской области, выступавшая, что символично, под первым номером. Параллельно с Троепорьем шли состязания по водно-моторному спорту. Участники «Формулы будущего» проходят 80-метровую трассу, выполняя определенные маневры. Это сильнейшие спортсмены регионов, потому что сложность заключается для спортсменов в данном случае. Сложность заключается в том, что только 10 человек может быть в команде представлено от регионов. Путевку получить в сборную, необходимо пройти определенный курс подготовки и квалифицированно выступить в своем регионе. Сегодня прошел так называемый технический этап, поэтому и скорость не превышала 35 км в час. А уже завтра юные спортсмены покажут мастерство управления лодками на скорости. Победители определятся по сумме набранных очков. У лидеров будет хороший шанс войти в состав сборной России, которая, кстати, по итогам чемпионата мира, прошедшего в Италии в августе, признана сильнейшей командой.